Друзья, и мы снова рады вас приветствовать в Медиазоне. И сейчас у меня не один гость, а целых два. Это Даня и Женя, овнеры Crazy Profits Agency, если я ничего не ошибаюсь, да, все правильно? Ребята, расскажите... Так, кажется, мы обделили. Вот, да, пожалуйста. Расскажите, чем вы занимаетесь вообще, чем ваше агентство занимается? Это как арбитражная команда или что-то принципиально другое? Да, у нас арбитражная команда, нас 10 человек. Мы льем нутру исключительно с запрещенной в России социальной сети. А почему исключительно? То есть вы другие источники вообще не... Пока нет, мы решили углубиться, конкретно бить в одну точку и не распыляться. Пока нас мало. Будет больше, будем лить и другие тоже. А вот смотрите, довольно много команд называют себя агентствами. В чем принципиальная разница? Есть арбитражные команды и есть агентства. Чем отличается? На самом деле, если говорить о нашем названии, то мы просто взяли и посмотрели, что очень хорошо на сокращение CPA ложится слово agency. Вот и все. То есть нет никакой принципиальной разницы. Я думаю, что это пошло от маркетинговых агентств. Просто потому, что раньше были маркетинги агентства, которые работают непосредственно с живыми бизнесами. Также это все перетекло плавно в арбитраж. Сейчас в целом и у партнерок тоже, мне кажется, есть такая тенденция, которая переименовывается в agency, что была партнерская программа, но теперь мы агентство. Тут знаете ли как бы такое? Я думаю, это связано с тем, что ты когда растешь, у тебя увеличивается штат сотрудников, ты хочешь себя уже как-то, ну, знаешь, эго, потеши, да, овнеры называют уже, мы уже не команда, мы уже агентство. Мы очень серьезные взрослые дяди, на пиджачках двигаемся. У нас все отлично. То есть вы получаете серьезные дяди в пиджачках, но вы не в пиджачках, а в этом. Сказал у нас, у нас просто наложилось классное название и все под CPA. Ну да, то есть тут никакого злого умысла, ничего такого, ну, все понятно. Расскажите, чем вы оба занимаетесь в агентстве вашем? Конкретно моя зона ответственности – это техническая часть полностью на мне, также частично финансы, в частности, чтобы все правильно считалось, подсчет, учет доходов, расходов, вот, и немножечко совсем так же льют тоже трафик. Мой коллега расскажет сам про себя. Да, Жень, ты чем занимаешься? Я занимаюсь в основном перемещением финансовых потоков, чтобы у всех, соответственно, были деньги. Занимаюсь платежными решениями, которые там вот у нас проблемы возникали, соответственно, всем решением этих быстрых задач занимаюсь. Плюс непосредственно являюсь еще отчасти тем лидом команды и, соответственно, занимаюсь непосредственно работой с байерами. С байерами и с менеджерами? С менеджерами, с байерами, да, вот, то есть вот эта операционная часть. Вы сказали, что вы работаете в источнике, который у нас сейчас запрещен. А почему только с ним? И в чем его преимущество? Почему вы от него не отходите даже сейчас? Это же очевидно самый хороший искусственный интеллект, который подбирает наилучшую аудиторию, как можно быстрее это делает за самые, там, не знаю, дешевые деньги. Сейчас тоже многие про тикток, допустим, говорят, сейчас все туда переходят, у нас все, кто приходит в медиазону, поголовно. Это очень круто, мы очень рады за людей, на самом деле, которые уходят в тикток. Потому что вас освобождает. То, что у них там это получается, мы реально прям очень сильно рады. Мы просто, да, работаем давно с фейсбуком, у нас с ним все нормально, все хорошо, мы быстро решаем какие-то новые всплывающие задачи, и поэтому почему бы с ним не работать? У него прекрасный таргетинг. Везде есть свои какие-то нюансы. Если говорить конкретно вот про тикток, как ты сказала, то в тиктоке очень много проблем с креативами. Там нужен целый конвейер этих креативов, в фейсбуке с этим попроще. В фейсбуке свой конвейер с аккаунтами. Ну, то на то и выходит. Слушайте, ну а как тогда ситуация, которая сейчас складывается в целом и в стране, и в мире, на вас казалась? Не конкретно на вас, а на работе с фейсбуком. И сказалось ли вообще, потому что многих, например, нет? Сказалось только на географии тех аккаунтов, которые мы используем, и на географии тех платежных средств, которые мы используем. Больше в целом все осталось так же. А вы работали вообще с СНГ, с Россией, с Гео, или нет? Или вы с буржом исключительно? Всегда с буржом работали. У нас единственное, когда произошла вот эта вот ситуация, единственное, что у нас поменялось, это как раз платежные решения. В какой-то момент там был простой порядка трех-четырех дней, пока мы все вот это вот байеров новое выдавали, пока они к этому привыкали. Три-четыре дня простой, а потом вопрос решился, и в целом ничего плохого не произошло. Слушайте, а как вы искали решение вот конкретно с платежками? Потому что это довольно больная тема, мне кажется, для всех. Нам знакомый хороший помог. Это же арбитраж, конечно. Все общаемся, да, и поэтому помогаем друг другу. Нетверкинг – это одно из главных, да, что должно быть у любой команды. То есть я считаю, что команды, которые не работают в каком-то медиаполе и не общаются с другими, просто сидят и работают по принципу «деньги любят тишину», на самом деле они очень многое теряют. Вот в плане того, что, допустим, быстро находят какие-то решения серьезных проблем. А на конференцию вы, получается, приходите ровно за нетверкинг? Чтобы пообщаться и поделиться с людьми? Да, конечно. Ну, в основном, чтобы пообщаться с какими-то партнерами нашими, с которыми давно работаем, какие-то условия, возможно, лучше сделать. С партнерами? Ты имеешь в виду с партнерками? И с партнерками, и с какими-то реклами, да. Плюс основная, конечно же, задача – это поиск квалифицированных специалистов. Мы нуждаемся в байерах, и поэтому сюда приходим, чтобы их найти. Да, мы набираем на удаленку байеров с опытом. И в целом, ребята, если нас смотрите с удовольствием, жрите наши заявки. Вот это Евгений. Так, вы рассказываете теперь, как вам заявки слать? Куда бежать сейчас? Телеграм – Онегин приват. Так, еще раз. Как? Онегин приват. Онегин приват. Все пишем «Онегин приват». Надеюсь, вам посыпется шквал. Но только если вы с опытом. Вот, это важный вопрос, потому что для каждого, когда мы говорим про опыт, кто-то, допустим, начинал и просто знает, что такое арбитраж, и для кого-то это уже опыт. Что для вас значит опытный человек? Несколько десятков лидов дейли, желательно тоже на нутру. Ну, в принципе, мы можем взять людей, которые до этого занимались гемблингом или бейтингом, чем-то еще. И просто переквалифицируйте. Они, в принципе, перестраиваются. Если человек опытный, он быстро перестроится. Ну, хотя бы, да, несколько десятков лидов, чтобы дейли он делал. Скрин-статки и так далее. Но вообще, по факту, то есть, обмануть ребят, к сожалению, не получится. То есть, вам, когда вы приедете в команду, вам будет выделено финансирование какое-то, и вам придется показать, что вы умеете. По итогам вашего этого пролива, этих денег, которые вам будут выделены, мы примем решение уже о том, будем ли дальше сотрудничать или нет. А вы как-то обучаете вообще ребят, допустим, которые к вам приходят? Не берете ли вы совсем новичков, там, на стажировки, например? Расскажи про то, как мы набирали новичков, и что из этого вышло. Ты чувствуешь, что не очень хорошо там все вышло? Вышло, да. На самом деле, не так, как мы ожидали. Конверсия оказалась намного хуже из людей, которых мы начинаем обучать, до людей, которые по итогу выходят на хорошие какие-то цифры. Да, да. В основном конверсия у нас средняя получилась, это 10%. Это очень мало, очень много сил в людей вкладывается, так как у нас структура есть определенная, да, это креативщики, верстальщики. Соответственно, ресурсы, команды тратятся на этих людей, профиты это не приносят, и уносят еще с собой много времени. И плюс еще есть достаточно большие… Косты повышают. И плюс достаточно большие риски, что люди могут просто уйти. То есть ты потратил время бабки, а он тебе ничего не принес. Поэтому мы просто решили, что мы теперь набираем людей только с оптом. Вот, они к нам приходят, и мы… Ну, у нас есть подгруппы, есть типа миддл-байеры, есть топ-байеры. Потому что проблемы у топов и у миддлов, они абсолютно разные. Да, и мы, соответственно, человек приходит, мы его тестируем, я непосредственно занимаюсь тестами как раз их, и уже по субъективному своему мнению распределяю, либо ты в топе, либо ты в миддл уходишь. У миддлов, соответственно, какие-то там кипяи пониже, ну и какие-то ресурсы им выдаются тоже поменьше. Вот, у топов, соответственно, все безлимитное, начиная там с оборотки, с заказов промо-материалов, креативов, все что угодно, то есть топы получают в полном объеме и в короткие сроки. Слушай, а как у вас структура в целом выстроена? Вот ты сейчас сказала, частично затронула эту тему, мы просто с ребятами тоже с кем общались, из арбитражных команд, у всех по-разному, абсолютно, как будто бы нет какой-то золотой середины, у кого-то это выстроено как сетка, типа есть темлит, есть под ним байер, под байером есть хелперы, и каждая цепочка условно связана друг с другом. А кто-то, наоборот, работает по схеме, что каждая часть вообще друг с другом практически не общается, не связаны, типа темлиты там занимаются своими, Расскажу вкратце. Так как у нас полностью сейчас дистанционка, мы полностью отказались уже от офиса, потому что нам это стало неактуально. Мы перестроили всю структуру под работу на дистанционке, и поэтому у нас как это выстроено? Тимлит, за ним идет, соответственно, байер, это непосредственно люди, которые занимаются лидогенерацией. И есть еще обслуживающий, плохо, наверное, звучит обслуживающий персонал, но, короче, люди, которые помогают им зарабатывать деньги. Да, то есть это верстальщики, это креативщики, фармеров у нас нету, потому что у нас проблем с аккаунтами нету, мы пользуемся этими. Короче, у нас есть люди, у кого мы это все просто покупаем, сами в это не вкладываемся. И поэтому все вот так вот достаточно просто. Получается, промматериал у вас тоже команда? Промматериал мы генерируем внутри команды, да, полностью. То есть копирайтер, верстальщики, вот это вот все у нас, мы делаем у себя только переводы, заказываем, соответственно, где-то в ПП. А, то есть вам прям ППшки переводят просто проклы, переводят, адаптируют материалы, с которыми вы работаете. Самый лучший вариант, он без затрат практически, то есть затраты только на то, чтобы копирайтер, чтобы написал только эту проклу, соответственно, и все. А ППшки переводят, причем достаточно быстро, разные партнерки, и все, в принципе, я не могу назвать ни одной партнеркой, которая делает переводы как-то плохо. Потому что они все заинтересованы, естественно, в вашем росте. Там, где ваш рост, там и их рост. Они, на самом деле, очень классно помогают нам, постоянно какие-то фоточки отправляют, чтобы мы в комментарии все это добавляли, чтобы локализировали, с какими-то там, знаешь, локальными звездами даже порой помогают. Поэтому они очень нацелены на то, чтобы помочь нам делать больше профита, потому что мы тогда объем увеличиваем. Мне кажется, сейчас вообще партнерки в целом нацелены больше на какой-то… Они делятся информацией со своими вакцистерами. Да, они даже свои платежные решения разрабатывают, я там это здесь, не будем это рекламировать, да. То есть многие фишки, они начали добавлять в себя. Прям очень круто. Ну, это классно. Мне кажется, рынок в целом сейчас растет, адаптируется, потому что раньше. Но мне кажется, что ты приходишь, допустим, на конференцию, и здесь как бы все пышло алкоголем, промо-моделями. Сейчас все ходит больше в бизнес, потому что все люди хотят зарабатывать денег и условно фокусируются на этом. А может быть, аудитория растет в том числе. Хотя тут у нас спикеры. Есть ребята, которым по 20 лет, мне вот они, похоже, придут. Мне интересно, как они… Типа Танила Шувалова. Да, да, да. Молодые ребята, очень круто. Мне вот интересно, что он расскажет. Прям новая жизнь такая в арбитраж залетает. Да, да. А вы вообще с какого времени? У них подходы вообще новые абсолютно. Они прям показывают так, как это работает. Жадные до денег такие прям. Да, да, да. Видно, что они прям хотят. Это круто. А как вы в арбитраж попали? Расскажите вашу историю. Попали как? Да. Ну, это Евгений расскажет. Ладно, миллион раз уже рассказывали. Расскажу примерно вкратце. Сначала мы занимались белой товаркой. То есть у нас было, ну, как бы, закрытый цикл полностью был. Мы сами покупали товар, сами его, ну, курьеры развозили его, сами давали рекламу. И все это работали только по Москве. Начали зарабатывать там первые деньги. И потом как раз Данил говорит, слушай, а зачем мы вот это вот занимаемся? Доставками, поиском продуктов. Давай просто будем заливать на партнерки. У них есть куча офферов. Протестировал. Знать было про то, что это, в принципе, есть. Как вы узнали о том, что вот есть такая сфера, как арбитраж трафика? Есть прекрасная... Ладно, прорекламируем так и быть. Партнерку M1 Shop. Вот. Они в свое время сделали... Они помимо того, что у них неплохая партнерка, помимо этого они делают различные обучающие ролики по арбитражу трафика. И вот, в частности, белгородская команда под названием Синдикат, они записали ролик от и до. Прям человек сидел в рекламном кабинете Фейсбука, показывал прям по действиям, как это делать, что такое креатив, как его загружать и так далее, как выбирать какие-то офферы в партнерках. И мы просто посидели, все это посмотрели и узнали о том, что вот это все оказывается есть и так можно делать. И вопрос возник такой, а что так можно было, а что мы тогда это не делаем? Ну и все. И все. И поэтому вы зашли в сферу и так сколько вы получается уже в рынке по времени? Три года. Три года. Я думала, что почему-то вы давно уже. Да, мы достаточно давно. Есть такое ощущение, как будто бы... Уходить не планируем. В арбитраже, да, что-то три года это вроде кажется мало, а по факту что-то уже как-то много. Слушай, ну это так, если посмотришь на тех же ребят, которые сейчас заходят, им, блин, по 18, по 19 лет. Мы старые, да. Ну, я не старый, конечно. Не такой прям молодой, мне, конечно, не 20, ну да. Не нагнетайте, нормально. Я у всех спрашиваю советы новичков, потому что у нас довольно много сейчас, я думаю, новичков смотрят. Те, кто заходят в арбитраже или хотят только зайти. Если у вас какие-то лайфхаки, советы, может быть, то, что вам когда-то, может быть, помогло в этот рынок войти очень просто. Тут, ну, скажешь. Да, скажу, ну, я скажу, а потом ты скажешь. У тебя, наверное, другое, может, у тебя мнение. Меня просто как раз здесь спрашивали ребята уже на конференции, тоже подходили новички. Я всем говорю одно и то же. Поскольку ты новичок, скорее всего, у тебя ограниченный какой-то есть бюджет. Да. Для того, чтобы понять вообще, как работает сфера, необходимо использовать источник трафика и вертикаль, где дешевле всего трафик. То есть, если, допустим, взять конкретно по вертикалям, допустим, дейтинг, свипстейки, то есть какие-то вертикали, где маленькая выплата, там, бакса 3, 5 и так далее. Вот, соответственно, нужно брать гео и источники, тоже, где трафик дешевый. Дешевый трафик, где, ну, допустим, попсы, попандеры, значит, пуши. Можно тот же самый фейсбук, но страны, там, к ним стир 3. Ну, фейсбук и все равно, там сложно. Допустим, я понимаю, что сложно, там есть баны, да. Но просто, может быть, кому-то нравится сама, вот, там, социальная сеть, хотят залезть туда. Но самый главный месседж, это то, что как можно дешевле, чтобы вы вообще поняли, как это работает. Получили первые деньги, протестировать. Главное же у нас тесты, правильно. Пока не протестируешь, профиля никого не будет. Можно протестировать с десяток связок, но при этом не получить ничего. Поэтому нужно как больше, как можно более дешевый трафик. Слушай, сейчас, может быть, поправишь меня. Сейчас довольно трендовой историей являются смарт-витрины. Ну, как бы они появляются на рынке, там, кто-то в привате, кто-то вышел в паблик. И многие льют, допустим, с нативок на смарт-витрины и позиционируют это как такая связка, которая не требует большого вложения на первом этапе. Что вы про это думаете? Работали ли? Может, вы тестили когда-то смарт-витрину? Как это работает вообще? Мы используем витрины для домонетизации трафика. То есть мы просто ставим обычный вот этот вот бэкфикс на кнопку назад, чтобы когда пользователь прочитал, ему не понравилось, он обратно идет и попадает на витрину, там домонетизируется. Прямо сливать трафик на витрину? Нет, мы не пробовали, к сожалению. Но, я не знаю, может быть, вот Евгений расскажет нам про новичков еще что-нибудь? Какие-нибудь еще советы скажет? Про новичков, да. Да, первое, это, соответственно, идем в команду, фармерам устраиваемся. Уже на данный момент мало какие команды, правда, берут, но поискать в целом можно. Вот, это первое. Второе, нужно брать обучение, но обучение только очень должно быть проверено, потому что много разных неприятных кейсов. Да, точно можем посоветовать обучение от ребят из АМ-групп, да. То есть, вот за них, наверное, мы точно уверены. Потому что они сами арбитражники, и у них команда, и они... Да, ребята работают, и у них есть репутация, и они какой-то ерундой заниматься, естественно, не будут. К остальным курсам можно присмотреться, но с высокой осторожностью. Но лучше, конечно, попасть в команду. Но это тоже не так просто, в целом. Я понимаю, да. Сейчас уже вот эти вот рассказы про «Я готов работать 28 дней» там каждый день уже не актуально, да. Все, ребят, я поняла. Спасибо вам большое. Было приятно пообщаться.